Яросвета, скажи, пожалуйста, думал ли ты о том, что, к примеру, вот это желание возрождения духовно-родовой державы, Русь, она, вообще-то, может быть и не может иметь право на существование в нашей реальности, поскольку наша реальность как-то создана таким образом, как вроде тренировочного некоего лагеря, который попадает душа, попадает под определенные условия, под определенный гнет местной такой цивилизации, сказать, не совсем дружественной. И, может быть, само по себе, вот это состояние духовно-родового, этого русского состояния невозможно. Вот думал ли ты об этом? Думал неоднократно, думал на эту тему. То, что планета Земля является полигоном многофункциональным, многоярусным, многоматричным, так сказать, для различного прохождения эволюции душ, это для меня, ну, как два раза два четыре, да, как говорится. Вот. Другой вопрос. Явление духовно-родовой державы Русь в мире яви на нашей планете, это как вот проекция небесной державы, да, духовно-родовой, на земной план бытия. И к этому, в принципе, к Божьему царству на планете Земля, многие века говорится в русском народе. Да и вообще среди всех народов неоднократно появлялись люди, которые писали о обществе, где, ну, все благом обществе. Все живут замечательно, припеваючи, все трудятся там и прочее. Вот. Значит, в моем понимании, почему мы в 2000 году приступили к строительству духовно-родовой державы Русь, потому что здесь идут моменты космического плана. То есть, люди, которые заявили о том, что мы строим родное государство русского народа, с родной властью, на родной земле, в родной стране, эти люди, по большому счету, к этому вопросу шли через размышления. А где наша-то власть родная? Вот. Куча литературы в 90-х годах выплеснулась на наше сознание, наше соотечество о том, что, оказывается, значит, и Петр Первый, как говорится, не совсем Романов, да, там, и следующие, другие, там, императоры тоже, там, с примесями, скажем так, крови, где, там, русского-то не поискать надо, да. Вот. Потом, значит, 17-й год, и все управление советской власти, русского поиска днем с огнем надо, да. И в конечном итоге пришло, пришла такая меропонимание, что на русской земле, среди русского народа, вот если говорить о государственных структурах, которые формировались, русской власти, по большому счету, и не было. Именно тех представителей, которые именно для русского народа сотворяли, и для других коренных народов. Такой власти не было. Была власть дома Романовых, например, как это, самодержавие народное, как нам говорили, а не было никакого самодержавия народного в империи с позиции, если система управления, как государства родного. Оно было не родным государством. Это было самодержавие дома Романовых, так правильно сказать, в этой ситуации. Опять же, о системах управления государственного уровня. Советский Союз. Все вокруг колхозное, все вокруг, вроде мое, да, термины там, земля крестьянам, фабрики рабочим, а управление кому? И опять мы видим, что СССР, большая держава, союзные республики. Во всех республиках есть Академия наук, Литвы, Академия наук, Латвия, Эстония, Украина, все, все, перечитать. РСФСР нету. Академии даже РСФСР не было. Не то, что русская академия, просто не было Академии РСФСР. Была сразу Академия СССР. А в Автономной Республике Татарстан, например, в Советском Союзе, в РСФСР, была Народная Академия, Татарская Народная Академия. В Удмуртии была, в Башкирии была, и на сегодняшний день мы видим то же самое. Во всех республиках, которые входят в состав Российской Федерации, эти республики имеют основные законы о своей Конституции и они имеют свою Академию наук. Там народы имеют право выбрать представителя своего народа, президента, в главы, на всех уровнях. Это все говорится, там Конституция, с позиции, что татарский народ, и другие народы, проживающие. Но там написано, что татарский народ и меры ответственности за то, как все живут. Чеченский народ, в Чечне, и в других исходах. А у русского народа, где эти территории, где написано, русский народ вместе с другим проживающим народом, такого в Конституции Российской Федерации, который не является основным законом, нет информации. И вот в этой ситуации на тот вопрос, а можем ли мы это сделать, первый вопрос, который нам задался, а как ты считаешь, дорогой ты мой соотечественный, с детства говорящий на русском языке и самоопределяющий себя, ну, по крайней мере, это лишь, что я русский, да, о себе. А ты имеешь право на свое родное государство с русской властью, проявляющий родовую волю во имя, на благо и на счастье русского народа. И я сейчас сразу могу сказать, что из всех слушателей, которые себя самоопределяют не русским человеком, первая мысль, которая возникает в уме этого человека, это, ах он, елки, фашист еще, они, а, они хотят только для, только для русских. Обратите внимание, как ставится вопрос. Почему я так говорю? Потому что в большой степени неоднократно сталкивался с подобными рода реакциями, когда я говорил о столице родной державы русского народа. Первый вопрос от представителей коренных народов, а вы что, только для русских? Почему так работает сознание? Вот у татар есть Татарстан. Ну и что получается? Что они хотят развалить Российскую Федерацию? У калмыков есть свое государство. Наличие этого государства, это что, изначально, чтобы развалить Российскую Федерацию, цель была? Нет. А почему, когда русские люди говорят, и сейчас я беседую с другими представителями коренных народов, когда я говорю, мы строим родное государство, как есть у Татар, Башкир, Калмыков, там у других народов. Почему-то все, а вы что, хотите развалить Российскую Федерацию? Откуда эти мысли? В сознании современных русскоязычных людей. Это все принесенные, паразитарные вот эти программки, которые работают на страхах. Вот эти люди, почему они беспокоятся так? Потому что они знают, что при условии, что русский народ, если русский народ построит государство и замкнется в своих территориях, они знают, что с ними будет, со всеми. Это показано было при развале СССР. Именно народы будут бедовать. И только вместе с русским народом все коренные народы могут быть спокойны, потому что мы вместе как говорится, ни одну годину, ни одно столетие выстаивали в больших громадных войнах. Выстаивали, выжили, но при всем при этом сегодня у всех народов ну маломальский крупный так сказать в численности есть свое государство, есть свои правители. И вот я недавно в Казань ездил 9-10 там был в Казани. 12 лет назад я был там и вот сейчас съездил и я увидел другой город я увидел. Мне было очень приятно там быть. Я отдыхал там душой, ходил, смотрел на вот эту всю архитектуру и старую и вписывающуюся в новую, которая не ломает архитектурный план, виды все. Я отдыхал там, ходил в Показани. Я задался вопросом, пришла там мысль, что вот люди же есть для своего народа, стараются же. хотя бы в таком виде, да, вот как бы. А где у русских людей? Вот такой управленцы, которые, что спокойно, мы Русь, мы здесь, мы стоим здесь, вот все, ответственно, все. Ребята, живите нормально, ничего не нарушайте законов и все, у нас никаких претензий к вам. Только слава вам будет, как говорится, если вы живете и вместе с нами трудитесь во имя всего общего блага. И вот поэтому, отвечая на твой вопрос, хочу сказать так, что наши действия по строительству родной державы определяются космическими условиями и обстоятельствами. Первый момент, возвращаясь к тому, что большое количество адептов Востока и Запада, многие века говорили, что там, указывая на Рашу, на Русь, на Россию, называя там ну разными звуковыми рядами, только там, оттуда придет новая идея, мировая причем, которая обеспечит лучшее проживание для народа России и соответственно всем другим народам, кто захочет поддерживать с Россией, с Русью разумные и ответственные взаимоотношения. И вот мы говорим о чем, что мы возвращаем сознание наших родовичей, побуждаем их задуматься об идее духовно-родовой державы Русь, как система планетарного управления, по большому учету, разумного ответственного. Но надо организоваться на местах первичных, первую очередь в своем сознании, вернуть духовно-родовую державу Русь в свое сознание. И тогда в этой ситуации через родное живое слово, о чем мы с тобой, Владимир, говорили уже в наших беседах, и слово царь, и слово бог, и слово князь, и витязь, это все правомощно применяется в отношении каждого из нас, в отношении уровней сознания. Ум это витязь в сознании нашем, разум это князь Конава, и дух это царь, цель ослечет. И вот это выстраивание в своем сознании образа духовно-родовой державы как самого себя, как управленца космической структуры своего телесного упрессованного космоса позволяет говорить о том, что при наличии разумного управления самим собой ты имеешь моральное право ожидать во-первых, что ты такой не один раз, если ты об этом делишься со своими родовичами, вносишь некую ясность для их сознания по определению этих структур управления самого себя, и в том числе ты имеешь моральное право ожидать, что ты являешься для других образцом духовно-родовой державы в своей повседневности проживания. Это не просто, это не сразу, но устремление к этому и движение позволяет говорить о том, что мы имеем мы право на свою родную державу, я считаю, что имеем. Кто для нас ее будет проявлять? Кроме нас никто. Нам могут помочь все коренные народы, они будут помогать, но ежели мы не возьмем на себя эту ответственность, они не смогут для нас что-либо делать. Помочь с удовольствием от сердца и будут благости для всех и каждого. И вот здесь мы говорим о чем, что космическая ситуация меняется, изменяется на молекулярном уровне, формы, так сказать, потоков энергии всевозможной, силы жизни, космической. и мы соответственно через это должны вписаться в том числе и в социальном плане. И вот как мне видится и у меня определенно есть ясность по этому вопросу, мудрое мироздание помогает каждому из нас играть в те игры, которые ты выбираешь как ребенок. В данном случае, если мы говорим о том, что род Всевышний услышал, что наконец-то в мире яви появились люди, дети которые хотят играть в строительство родной державы, он всячески будет помогать детям своим в реализации их плана и проекта. Хотите заказывайте войнушки играть? Ну хорошо будем играть войнушки. Играть хотите вот в этих коронавирус? Ну давайте будем играть. Что там никак не прояснилось для вас, что надо жить по-божески, по-отечески? Ну давайте живите вот так вот с коронавирусом. К вам будут теперь ездить всякие разные конторки с разными лабораториями и прочими делами. Пока не начнете думать о том, как же на месте уровня сотворить благо для каждого и всех. Яросвет, я вижу за тобой доспехи. Скажи, пожалуйста, есть ли у них какое-то аллегорическое объяснение, какое-то сравнение их с теми задачами, которые перед нами стоят, их функции, которые могут быть у каждого такого духовного строителя и воина одновременно державного и нашего российского строителя. Есть такая фраза, что символы управляют миром. Такая фраза есть. В моем понимании не символы управляют миром, а меропонимание символов управляет человеком и все, что окрест него находится. извини, чем он наделяет миром. Я и говорю, что мера понимает. Совершенно верно. Какие символы успехов, которые были? в данном случае, я рассказываю, как было. Данные доспехи, они не являются некой исторической, не имеют никакого наследия, что передано меня от кого-то. Это мое личное внутреннее было желание, когда я работал в кадетском корпусе офицером-воспитателем с кадетами, мы там единомышленниками собрались воспитывать наше поколение, молодежь. и тогда был какой-то такой позыв в старину углубиться в все это. И пришел человек работать, который создал клуб реконструкции, так называемый, истории славян. Ну и, соответственно, там идет бой на мячах, блокопашка, славянские единоборства. Ну и это была такая вот игра, как бы, да. Ну и, соответственно, если ты воспитатель, офицер с ребятами, значит, там их куда-то зовешь в клуб, то сам должен, как говорится, там присутствовать и быть таковым, да. И, соответственно, через это было, у меня, когда батя ушел в чертоге света, ну, по обстоятельствам продал квартиру, деньги, и я что-то меня так побудило, что думаю, ну что, ну куплю там диван, так сказать, ну там что-то, ну развалится все, а что, ну вот, чтобы осталось так, вот у меня эти доспехи, вот надо с ребятами мы играем, вроде бы там показываем, все, обучаем их, все, ну и, соответственно, пусть они будут, а глядишь, сыну после меня останется, потом лишь внуку передастся, как некий символ, да, опять же, с одной стороны оберега, с другой стороны силы, ну и в данном случае, когда я забирал доспехи из магазина, ну где там приобретали мы в Москве, значит, в метро ты эту тяжесть не потащишь, так, но я решил ехать в них, как говорится, на себя одел, да, но был интересный момент, сам в чем заключался-то, когда я надел доспех на себя, а мы ехали, втроем мы были, то есть, я еще один офицер-воспитатель тоже себе заказывал доспех, и третий человек с нами был ну просто в помощь, как бы сказать, вот, и вот когда я доспех надел свой, на себя, ну во-первых, в определенной степени, он где-то, вот, непосредственно, сам доспех, 18 килограмм где-то весит, и вот, когда я его надел, то ли вот эта тяжесть заставила расправить плечи сразу, да, так называем, но я, я что-то прожил внутри себя, вот просто, а рядом стоит, там, Валера, говорит, слушай, я тебя не узнаю, ну просто, я тебя не узнаю, да, такой реакции, ты вообще измите какой-то другой стал, это к тому же образу, что вот, я сейчас вот, в этой рубашке сижу, общаюсь, да, но сейчас я надену футболку, да, или там рубашку там, ну просто, современную какую-то, и другой образ поменяется, для восприятия, ну, наших зрителей, да, и было несколько случаев, так же, что люди посмотрели наши беседы, там, с Игорем Горюшинским, где также вот, в такой, в стилизованной народной рубахе, да, вот, а потом встречаемся просто в метро, ну, обычная курточка, так все, и люди так все, не узнают просто, а что такое, как в свою очередь, у меня был случай, когда ездили на сборы клубов трезвости, да, и там проводили вечерки, каждый вечер у костра, значит, приходил гармонист, молодежь, там все обучали их народным играм, пляскам, и вот я с одной девчонкой там, она, я, ну, в рубахе, значит, она в платье, в народном таком, и вот мы там с ней, значит, там плясали, танцевали, ну, так вот все, играли там, как бы в паре, так получилось, на следующий день, я в коммухляже просто, ну, среди народа там, встаю книжку, подхожу к одному лотку, там, книжку взлистаю, подходит ко мне девица, коротенькие шортики, коротенькие шортики, маечка такая, значит, просто маечка, там, как говорится, на бретюльках этих, бетельках, привет мне, а я на нее смотрю, вообще просто, я не пойму, что ты что, ну, привет, ну, ты что меня не узнал? Я опять смотрю, я говорю, ну, нет, так мы весь вечер с тобой, типа, на этой новичевке, я начинаю приглядываться, боже мой, думаю, вот это, вот просто для меня, это было очень поразительно, насколько изменилась, вообще, вот, в буквальном смысле, вот, аура человека, да, вот, по восприятию, поэтому, данные доспехи, они просто символичны, в принципе, в своем, о том, что у меня, опять же, когда я их надел, один из моментов, думал, а как же у них-то биться-то там, через, и сказку вспомнил, бились они час, сели отдохнули, потом стали, опять бились час, сели отдохнули, вот когда доспех полный, а это все же там, под доспехник, там еще куча всего, говорится, и у меня, тоже закралось, определенное, такое подозрение, подозрение закралось, что, по большому счету, все подобного рода доспехи, они, по большому счету, имеют, наверное, больше такой сценический момент, вообще, в принципе, вот фильм про нашу историю, 5-6 век, Русь изначальная, там что, наши воины оказались в окружении, византийские войск, что они сделали, они, в голый торс, два мяча, на коне, и вперед, голый торс, и вот в этой ситуации, мне понятно, что, действительно, обучение воина, это не то, что на тебе, сколько этих доспехов, а твое умение для движения, чему наших воинов, вообще, с детства учили, через пляски, вот эти, наши народные, плясы, ритмы, там все это, и вот он потом в бой шел, плясал просто, просто, ну, еще там два мяча, две шашки, там у него, ну, в разное время, видимо, вот, поэтому, в этом есть определенные смыслы, тоже, но для тех, кто в них находит эти смыслы, в данном случае, скажем, мячи, но просто вместо гантели, для гимнастики, суставной гимнастики, вертушки, всевозможные там крутить, именно, они сами по себе, так сказать, по 7 килограмм, где-то, вот, и вот, в движении, так сказать, все это полезно для тела, просто, ну, где-то, когда-то, а есть еще такая мера понимания, что раньше, вот эти все мячи, которые мы видим, значит, скипетры, вот, которые в руках держали, они просто-напросто являли, в большей степени, проводниками, энергии человека, который просто через них, как аккумулировал, и посылал в пространство, навстречу, так сказать, вот, ну, тут разные могут быть варианты, разные сказки, можно придумывать и слагать, истина одна, вот, в этой всей истории, вот, они у меня висят, они у меня есть, они для меня определенную значимость имеют, исключительно, в том числе, как просто, некий родовой артефакт для моих потомков, и лучше, когда мальчишки будут расти, вот, с образами данных, вещей, да, нежели, там, с какими-нибудь, другими предметами, да, как один был случай, так, для, и в шутку, и серьез, я был депутатом городского совета, еще там, ну, в Ахтубинске на родине, в начале, 90-х, и, значит, директор был, один у нас там, тоже, знакомый, школа, директор школы депутата, ну, я как-то к нему прихожу, по депутатским делам в школу, смотрю, а на раздевалке, громадные транспараты, и с надписью такой большой, твой друг презерватив, ну, это, это голландская программа, значит, как пользовался презервативом, ну, я просто обалделяю, просто не ожидал такого, что вообще такое, ну, захожу к нему, Александр Васильевич, что, как дела, да, вот, а что у вас, говорит, за плакатики висят, ну, это мы сейчас, там есть программа, вот мы с американцами, договор, там у нас обмен, так сказать, опытом, да, все дела, там, к нам приезжают, мы там, ребят туда отправляем, летом, на неделю, на две, что, Александр Васильевич, ну, есть же простая русская народная пословица, скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты, Александр Васильевич, а твой друг презерватив, он так замер, телефон звонит, ну, внутренний телефон вызывает завуча, там, зам по воспитательной ночи, прибегает она, так, у нас, что вы там говорили, что Лермонтов Пушкин у нас, не деля, что там, да, там Пушкина, да, все, давайте убирайте, это все, вывешиваем плакат из Пушкина, короче, поэтому, вот, в данном случае, все имеет определенные смыслы, вопрос только, какие смыслы, ты наполняешь свое сознание, и какими смыслами, ты, через проживание этих смыслов, являешься, каким смыслом являешься для окружающих, поэтому, мне бы хотелось, чтобы ты, вот, в частности, беседовал, являл собой, светоч Руси, для окружающих, через смыслы, о которых мы проговариваем, да, и, соответственно, каждому нашему родовичу, я бы пожелал того же, быть светочем Руси, как творящий свет, как пришедший светом сюда, по свету, свету того света вышнего, да, вот, и проливая свет, этого света, как реальное физическое явление, мы вот таким вот образом и подтверждаем свою божественную стать, суть, и свое божественное проживание в мире, являю в Божьем Царстве. Другие и другини, князья и княгини, братья и сестрицы, цари и царицы, томы от века и ныне, боги и богини, да пребудут с нами души наших предков, и да хранят нас все боги, которых наши предки славили, во все времена, и да воздадут они каждому по чистоте и умности. Слава роду! Быть добру! Будь то, есть то! Будь то, Продолжение следует...